Комплекс канатно-веревочных трасс принимает всех желающих. Ежедневно его посещают как взрослые, так и дети. На спортивном объекте работают два инструктора, которые перед началом прохождения трассы проводят инструктаж по технике безопасности и правилам нахождения на территории Панда-парка. Конечно же, мы инструктируем всех, проводим проверку трассы, проверку оборудования, снаряжения, чтобы оно все соответствовало. И, конечно же, объясняем, как правильно проходить трассу, какие трудности ездить подсказываем. Вот в этом наша основная задача. Каждому посетителю на преодоление спортивных препятствий отводится 40 минут, в которые входит инструктаж и прохождение трассы. В этом сезоне работают два уровня канатно-веревочного комплекса. Первый уровень у нас проходят дети от 7 до 16 лет, также могут проходить и взрослые. Также у нас включено в этом году новое прохождение, это второй уровень, это получается у нас трозанка. Амина Тамарова в Панда-парке впервые. Ей очень понравилось и хотелось бы прийти еще раз. Конечно, было страшно впервые, но очень было весело и забавно. Спортивный объект пользуется популярностью среди горожан. И в перспективе у руководства Центра досуга детей и молодежи «Современник» комплекс канатно-веревочных трасс усовершенствовать. Очень хотелось бы сделать его крытым. Почему? Потому что даже летом, к сожалению, когда идет дождь, то и площадки, и канаты, веревки, они становятся скользкими и мокрыми. Точно так же, когда большие порывы ветра, тоже мы не можем наших посетителей обслуживать, потому что это небезопасно для жизни. Планы входит дополнить Панда-парк детской трассы спортивными объектами для самых маленьких посетителей. Елена Новиченко, Сергей Парфимович, Новости Губкинского.